Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Фиба Групп». И с нами сегодня Татьяна Лейко, аналитик компании Фиба Групп. Татьяна, добрый день! Добрый день, Индик! Добрый день, коллеги! Как вам видится сегодняшний день? Что интересного на рынке? Видится прекрасно. Все, что было спрогнозировано вчера, то, что я предполагала, что будет на рынке сегодня, оно начинает отрабатываться, что меня очень радует, потому что некоторые позиции я уже открыла. Поэтому обязательно поделюсь чуть позже, после традиционно-экономического календаря. Конечно! Сегодня ожидаем новости по Штатам и по Канаде. Из тех, что мы ожидаем по Штатам, нас интересует объем продаж или на вторичном рынке, то есть мы понимаем, что сфера недвижимости, она показывает, насколько хорошо или плохо экономике, и данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики. Может быть, этот показатель будет не настолько релевантным после встречи в Дохе, но все же стоит обратить на него внимание. И, конечно же, по Канаде сегодня губернатор выступит, Банк Канады, Стивен Полос. Мы понимаем, что такие выступления, если там будет присутствовать какие-либо интересные заявления, да, то есть оно повлияет на рынок. Если нет, в принципе, пройдет мимо нас. Но будем ориентироваться, я больше сейчас ориентируюсь на технический анализ, который достаточно хорошо работает. Поэтому перейдем непосредственно к нашему терминалу. Да, конечно, давайте посмотрим. Итак, традиционно евро-доллар. Начинаем с нашей главной валютной пары. И отрабатывается все у нас просто шикарно. Помните, мы говорили, что здесь плоский участок линии Киджун, который подтолкнет пару вверх. И ожидали пробой. То есть тогда в то время, в понедельник, я с вами разговаривала, и я говорила, что я вижу пробой отметки 1.13.30 и что пара пойдет вверх. И как минимум восстановится над линией Тенкан, так как у нас тенденция все-таки возрастающая. То есть у нас восходящая тенденция, и все-таки пара должна вернуться в предыдущий ценовой диапазон. В принципе, так и получилось. Мы уже зашли в диапазон 1.13.30, 1.14.30, вот эти 100 пунктов. И я жду, что пара у нас дорастет до 1.14.30. Дальше будем видеть. То есть это вот нам осталось чуть-чуть еще подрасти. Половина диапазона уже пройдена. Ожидаю дальнейший рост. То есть если говорить в общем, то сейчас идет укрепление всех национальных валют против доллара США. То есть это такая общая сейчас тенденция. Посмотрим, что происходит у нас на часовом графике. Достаточно хороший момент, чтобы заработать. Сейчас идет тестирование отметки 1.13.80. Очень четко виден уровень. То есть сейчас идет откат. Да, вполне возможно, что она откатится ближе к отметке 1.13.60. Но в дальнейшем вот ожидаю сильный прорыв вверх. Поэтому стоит его не пропустить. Пока актив потихонечку снижается. Но это недолгосрочное явление. В среднем сроке, как я уже и говорю, идем вверх. Пара фунт-доллар. Фунт-доллар меня особенно радует, так как он все-таки наконец-то пробил линию Синькоу с Пан-Б. То есть у нас закончилась нисходящая тенденция. Если у нас закончилась нисходящая тенденция, это означает, что у нас будет либо флэт, либо рождение восходящего тренда. То есть все будет зависеть от того, как будет актив и всегда дальше на покупки, но продажи больше уже нецелесообразны. То есть тот долгосрочный у нас нисходящий тренд уже все исчерпал себя. После таких пробоев обычно следуют откаты, что я и предполагала, что сегодня будет действительно пара пробила, откатывается. Вполне возможно, что пару дней мы будем тестировать верхнюю границу облака. Вот она у нас такая немножко наклонная, мобильная. То есть вполне возможно, что пару дней еще пара так поснижается и будет ходить в том диапазоне, который она уже тестировала. Сейчас скажу по отметкам. Ну вот это где-то диапазон 1.44.00, 1.43.00. То есть 100 пунктов у нас есть для подышать, для цены. Дальше все-таки я думаю, что с большей вероятностью пара отобьется и пойдет вверх. Будем следить о обновлении, обновляются ли наши последние максимумы. Если они будут обновляться, то что я имею в виду под максимумы? Вот те максимумы, которые мы видели до пробоя облака. То есть если они обновятся, в частности, это отметка 1.44.80, где-то вот этот диапазон закрепится выше, тогда будем уже рассчитывать на полноценный восходящий тренд. Опять же, полноценный восходящий тренд, это может быть, например, длиться какой-то месяц-полтора, но он будет. Следим за максимумами. Это то, что радует сейчас по фунту, потому что он достаточно логично ходит. Опять же, на часовом графике тестируется отметка 1.44.00. Я думаю, что пару дней либо оно будет консолидироваться, либо снижаться. Ближайшими отметками, как мы говорили, выступает 1.43.00, вот эти 100 пунктов, которые даются цене. Ну и все-таки следим за 1.44.00, чтобы вовремя купить актив. Пара доллар-японская иена. Как мы и говорили, что ждем, значит, отобьется или нет валютная пара, тогда будем говорить, сформировался ли у нас новый боковой диапазон, либо нет. Как я предполагала, что он все-таки сформировался, и о том, что мы говорили 107.90-109.50, вот это такой узкий диапазон, в котором пока будет ходить иена. Думаю, либо сейчас проконсолидируется чуть-чуть, либо будем рассчитывать на откат вниз до 107.90. То есть вот будет у нас снова такое зигзагообразное движение, как мы наблюдали чуть ранее. Однако так как у нас диапазон намного меньше, он чреват прорывами. То есть чем шире диапазон, тем больше там может гулять цена. Если же у нас очень узкий диапазон, то как бы он может не выдержать долгое время, поэтому стоит наблюдать за верхней и нижней границей, чтобы вовремя продать или купить. Так как обычно пара доллар-иена выходит из таких диапазонов достаточно резко. То есть пока торгуем по стратегии, пока торгуем в боковике, покупая, продавая от нижних границ, и следим обязательно за прорывами. Куда пойдет, непонятно, потому что все зависит от фундаментальных факторов, выступит ли представители Центробанка Японии, что они скажут. То есть в зависимости от того, примут ли дополнительные меры по стимулированию экономики Японии, по вливанию каких-то средств, по ослаблению японской ены, либо же нет, будет зависеть, куда прорвет вот этот наш узкий диапазон, который сформировался. Сейчас достаточно логично, то, что мы говорили, снижается, отбилось уже от отметки 109.25 и снижается. То есть можно спокойно сейчас продавать доллары японскую иену до отметки как минимум 109.00, и она, скорее всего, пойдет чуть дальше, 108.75. То есть хороший момент для продажи этого актива. Можете прямо продать сейчас. Пока я закончу, Игорь, не сидите на месте. Хорошо, договорились. Пока я договорю по всем активам, может быть, что-то уже и получше. Австралийский, американский доллар тоже достаточно хорошо себя ведет. У нас расширяющаяся формация подтверждается только. Однако идет консолидация уровня, около уровня 107, простите, 0.78.10. Вот он здесь, да, то есть достаточно крепкий уровень. Я все-таки думаю, что пара вот сейчас его не прорвет, а все-таки откатится. И дальше будем наблюдать. То есть откат возможен до уровня 0.76.80, 0.76.00. Вот эти два ближайших уровня. Но в среднесрочной перспективе продолжаем ожидать рост австралийской валюты по отношению к американцу. То есть вот это то, что у нас сейчас есть на данный момент. По часовому графику тоже прекрасный момент. Видим хорошее тестирование уровня. Мы понимаем, что такие моменты нам очень важны для открытия позиций. То есть скорее всего будет откат, ловим момент. Если же нет, то мы покупаем и ничего больше здесь думать не нужно. То есть вот такие у нас сейчас прекрасные моменты для торговли. Новозеландец. То, что мы говорили, очень хорошо отрабатывается восходящий у нас канал. Дошло до отметки 0.70.30. Как я пишу в своей испаноязычной, к сожалению, аналитике. И то, что я вам говорила, так же нам... Скорее всего мы говорили об этом в понедельник по Новозеландцу. Но я не уверена. Вот. То есть как бы очень сейчас важный момент. Идет откат. И мы можем открываться на продаже к отметке 0.69.30. И вполне возможно, что дойдет до 0.68.60, до нижней границы диапазона. Но, конечно же, бы я так не рисковала. При отбое от верхней границы стоит открываться на продажу. Но так как канал у нас восходящий, не стоит удерживать настолько долго, чтобы не успеть закрыть позицию и цена развернется. То есть все здесь достаточно прекрасно с технической точки зрения. Просто ловить наши моменты. Здесь идет тестирование уровня 0.60... Даже лучше сказать... Ну да, 0.60.90. 0.69.90 вот здесь. И отметка рядом, психологический уровень 0.70.00. То есть вот такой диапазон, в котором предполагается, что цена все-таки пробьет. При пробое 0.69.90 открываемся, конечно же, на продажу. И держим как минимум 40-50 фунтов до 0.69.50 и 0.69.25. То есть вот в этом районе, я думаю, что в ближайшее время будет ходить цена. Что у нас происходит с долларом канадцем? Несмотря на то, что мы говорили с технической точки зрения, вот фундаментальные факторы для нас важны, конечно же, мы там ожидали эту встречу, но общий тренд по паре доллар-канадец, он нисходящий. То есть канадец у нас как бы показывает приоритет перед американским долларом и доллар снижается. То есть несмотря на то, что нефть у нас не очень хорошо себя чувствует с фундаментальной точки зрения. Но все-таки, как мы говорили, что вполне возможен отбой, так и произошло. Вот отбивается, возвращается в предыдущий диапазон и даже обновляет наши минимумы. То есть вот потихонечку спускается, так как общих предпосылок для каких-то разворотов у нас сейчас нет. То есть у нас только в приоритете продажи сейчас идет тестирование отметки 1,2640 и при ее пробое ближайшим уровнем станет 1,2415. Вот она здесь. Хочу напомнить, если у нас такая большая дистанция между облаком, линиями и долинией чинков, вот здесь видим, что хорошие, очень большие дистанции, это говорит о том, что у нас очень сильный тренд. И чтобы произошел разворот, цена должна дойти и пробить линию чинков, которая плетется сзади, она также должна дойти до графика цены. То есть логично, пока она дойдет, очень много времени пройдет. Поэтому здесь сейчас нет никаких предпосылок на то, что у нас произойдет разворот, пойдет куда-то не туда. То есть очень хорошее движение вниз, поэтому стоит этим пользоваться. Если мы смотрим на часовой график, вот сейчас прекрасные моменты, так как практически все валютные пары находятся около каких-то важных уровней. Мы понимаем, что важный уровень служит нам для открытия позиций. Это либо отбой, либо пробой, но в принципе не важно, куда оно пойдет. Главное открыться и закрыться вовремя, заработать свой кусочек движения и сидеть себе в прибыль. Да, вот сейчас идет тестирование отметки 1.2630 на часовом графике, видим. Вполне возможен сейчас откат вверх, так как, во-первых, свеча такая вот у нас с хвостом образовалась. Я думаю, что вполне возможно немного откатится. Но в среднем сроке, то есть мы ожидаем все-таки пробой 1.2630 и движение вниз. Думаю, что все-таки сейчас немножко доллар подхватит позиции, прежде чем снова направиться в обратную сторону. Золото. Золото также себя хорошо показывает, тестирует верхнюю границу, о том, что мы говорили. Тестирует верхнюю границу облака, уперся уже в верхнюю границу канала. То есть это достаточно важный момент. Смотрим, если на линию Чинко, она также уперлась в график цены. Такие моменты чреваты отбоями. То есть здесь около верхней границы канала и Чинко уже уперлась, и облако уже у нас заканчивается. То есть вот-вот ожидаем, что пара отобьется, точнее, актив отобьется от верхней границы, от отметки 12.50, снова вернется в облако, закрепится в нем. То есть нам важно, ждем свечу внутри облака. Как только закрепится, продаем. Сейчас, в принципе, стоит сегодня тоже наблюдать, так как, скорее всего, уже сегодня пойдет у нас момент отбоя и движение вниз по золоту. Видим, что, в принципе, уже золото начало отходить потихонечку от последних наших максимумов, да, и спускаться, спускаться уже по ступенечкам вниз. Сейчас идет тестирование 12.47, если смотрим на 12.47-12.49 на часовом графике, ожидаем в ближайшее время золото около 12.42, 12.39 и так далее. То есть это те отметки, которые, в принципе, должны себя показать и отработать. Нефть. Нефть, несмотря ни на что, бьется вверх. Видим, WTI, напомню, у нас на терминале, бьется об отметку 42. То есть это те максимумы, которые она не могла пробить еще до встречи в ДОХе. То есть, как бы, понятное дело, что мы снизились, потом пошли вверх, и сейчас снова пытаются пробиться в новый диапазон. Все-таки все предпосылки на то, что нефть вырастет с технической точки зрения, видим и золотой крест. Если кто разбирается в индикаторе, еще мог, если не разбирается, приходите по понедельникам. Вот, то есть золотой крест, который показывает, что стоит покупать. Облако красное, все линии на месте, то есть по волатильности расположены. И все предпосылки на то, что скоро произойдет пробой отметки 42, тогда ближайшим уровнем выступит отметка 44.15. Вот это тот диапазон, который мы можем заработать. На часовом графике также пара у нас, точнее, актив потихонечку двигается вверх, и будем наблюдать за уровнем 42.20. И, опять же, рассчитываем на выход в диапазон 42.20, 44.006, здесь 44.15 плюс-минус вот эти отметки. Доллар-рубль. То же самое, как бы, несмотря на все фундаментальные факторы, несмотря на какие-то турбулентность со стороны новостного фона, все-таки видим, что прекрасно отбилось о том, что мы говорили еще с вами в понедельник, что дошло до плоского участка линии Киджун, а это чревато отбоев. То есть, действительно, отбилось от линии Киджун и вернулось ниже Тенкана. Как нужно открывать позиции? Открываемся около плоских участков линии Киджун, это среднесрочная тенденция, и, как минимум, актив вернется по основной стороне основной тенденции, как минимум, к линии Тенкан. Вот она здесь. А как максимум, к последним нашим, ну, в данном случае, минимумом. Если это восходящая тенденция, то, конечно же, к максимуму. Сейчас вот вернулся к минимумам, это отметка 65.50, и рассчитываем на то, что скоро будет пробит этот уровень и направится к 64.32. Вот он здесь. То есть, это тоже тот момент для заработка. Ну, в принципе, как бы, мне не очень нравится, как ведет себя пара доллар-рубль на часовом графике. Такие достаточно смутные у нас здесь свечи. Поэтому лучше все-таки эту пару анализировать на дневке, и, как бы, она здесь показывает неплохие комбинации. Вот это то, что я вам сегодня хотела рассказать. А давайте посмотрим, что у нас с иеной. А давайте вы остановите демонстрацию рабочего стола, а я покажу свою. И покажу, поскольку я... Давайте, конечно. Так как я не продавала ничего. Да, да. Вот. А пока я открываю. Я вижу, был здесь вопрос. Ага, робот, торгующий по эшимоку, есть. Вы знаете, мы сейчас запускаем новый продукт, называется Fibox. Форекс, это как Fibocube, туда будет входить несколько роботов, туда будет входить курс начальный мой, Форекс, это просто. Я предполагаю, вроде что там был робот, торгующий по эшимоку, нужно, честно говоря, узнать, но, во всяком случае, этот анонс будет вот-вот. Понял. Да, то есть, как бы, следите за анонсами, если есть такой робот у нас, значит, он будет в этом наборе. Честно говоря, сейчас сказать мне вот достаточно сложно. Да, Игорь, что у нас? О, мы заработали, прекрасно. Да, да, да. Я себе записываю, что такое Fibox, я уточню сейчас это все, и мы, конечно, озвучим это все. Василий, услышали, меня должны первыми это озвучить. Татьяна, да, мы заплатываем уже, два Fibox мы в плюсе. Прекрасно. Так, что отлично идет, я уже хочу крыться, и люди пишут, кроитесь. Да, да, да. Нет, коллеги, мы подержим, оно сейчас будет. Да, подержите, ну, смотрите. Я сейчас посмотрю, что происходит. Да, давай. Но так как я все-таки торгую на часовых свечах, поэтому мне сложно разобраться в вашей мелочи. Нет, нет, мы подержим, мы подержим. Татьяна, еще один вопрос здесь был. Алексей Асуков, можно ли считать, что доллар, канадский доллар, находит поддержку на уровне открытия сегодняшнего дня? Вот такой вопрос. Сейчас вернусь к терминалу, посмотрю. Значит, Игорь, повторите, пока я смотрю на терминал, пожалуйста. Доллар, канадский доллар, можно ли считать, что он находит поддержку на уровне открытия сегодняшнего дня? Открытие. Ну, плюс-минус, да. Плюс-минус, да. Сейчас посмотрю по часам. Ну, в принципе, да, смотрите, я еще раз включу терминал, потому что, честно говоря, если взять на пальцах, это не совсем правильно. Да, конечно, давайте. Да, вот я смотрю, что открытие сегодняшнего дня 0.0, вот это как раз свечка у нас часовая. Да, оно пошло вверх, ну, действительно, плюс-минус на этом уровне как бы находится уровень поддержки. Хотя, вот изначально уровень, который мы себе наметили, это 1.26.30. Сегодняшний день открытие находится на 1.26.50, ну, как бы вот 20 пунктов, я не думаю, что они сыграют большую роль. На что мы сейчас обращаем внимание, это на вот эту свечку, которая вполне возможно нам покажет на разворот. То есть, если вот сейчас свеча не закроется ниже ее, то есть отметки 1.26.50, то нужно открываться на покупку. То есть, в принципе, это уже есть конфигурация, которая говорит, что можно там пару часов будет подержать на покупку доллар-канализ. Но напоминаю, что общая тенденция у нас нисходящая, и мы ждем все-таки прорыва вниз. Поэтому открываться стоит, но держать недолго. Я понял вас. Ясненько. Хорошо, Татьяна, спасибо вам большое. Двигаемся дальше. Я буду уверенно держать позицию еще немножко. Буду средний срок, вам подержу минут 7 прямо даже. И уверен, что мы заработаем. Вам спасибо огромное. Удачи на рынке сегодня, хорошего настроения. Вам нравится. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...